А теперь поговорим о следующем встроенном модуле, консоль. Как мы знаем уже, он использует утил-формат и утил-инспект для вывода. Что еще интересного? Консоль, в отличие от утил, является глобальной переменной. Это большая редкость в Node.js, но действительно консоль мы не обязательно должны require. Она у нас есть везде. Теперь кратко взглянем на основные методы этого объекта, к счастью их всего два. Console.log, или что то же самое консоль.info. И консоль.error, или что то же самое консоль.warn. Зачем есть два метода? Давайте сейчас запущу. Запустил. Есть разница, по виду нет. Но на самом деле разница существует, и она заключается в том, что лог выводит в стандартный поток вывода, а error выводит в поток ошибок. Это системные термины. Смысл такой, что у каждой программы, у каждого процесса есть как минимум два потока вывода. Первое считается нормальным выводом, второе считается ошибками. Можно их, например, направить в разные файлы. 1.OK. 2.R. То, что выведено в первый поток, упадет в файл OK. Сейчас там находится лог. То, что вывелось во второй поток, в поток ошибок, вот, находится в R. Таким образом, если мы делаем перенаправление вывода и правильно используем error и log, то мы всегда сможем отличить хорошее сообщение от ошибки. Кроме этих методов, есть еще и метод console.trace, который используется достаточно редко, он выводит текущий stacktrace, тоже в поток ошибок, бывает иногда полезно, но редко. Наконец, console.debug. Обращаю ваше внимание на этот метод, точнее на его отсутствие. В браузерах он обычно есть, а в Node.js его нет. Продолжение следует...